а девяточка я смотрю тут немножко это подустала легла отдохнуть да ладно всякое бывает друзья всем привет с вами никита делу и добро пожаловать на карту молокола сегодня друзья у нас будет небольшой обзорчик на эту карту сделано насколько мне известно по мотивам реальной местности по мотивам названа эта деревушка не в честь молока и фермы как многие могли бы подумать в честь какого-то там пилота героя советского союза все дела и соответственно вот здесь вот на главной площади стоит памятник ему но наверное это не самая скажем так интересующая нас вещь на этой карте в общем то давайте глянем что тут вообще есть для начала стоит отметить что карта падла здоровая реально большая сколько тут 29 полей я насчитал они все не очень большие по размеру так что любителям маленьких полей хотя хрен узнает давайте посмотрим в принципе на их размер вот например 21 поля она на карте одно из самых больших и да я бы не сказал что она гигантская в общем-то любителям гигантских полей эта карта явно не подойдет вот 8 чуть побольше а так в принципе они все такие средненькие поля зато если ручками на них работать то в принципе вам это точно не надоест также на карте мы видим дохрена производства и в принципе мы по всем им счет пробежимся посмотрим что туда как даже биогаз отдельно идет на производство кстати все на глобале и да надо купить все участки в короче приобрели мы все участки но и теперь можно залезть в глобал и посмотреть что тут вообще есть завод по производству сахара крахмала карьер по добыче и двесника кормосмеситель для свинюшек маслоэкстракционный завод мельница мясокомбинат пекарня производства топлива предельня снегоплавильня следовательно карта стопудово поддерживает сезоны сортировочные тепличный комплекс не сказал бы что я что прям до хрена производ здесь но есть чем позаниматься и это это хорошо что здесь не очень хорошо это то что у каждого завода по две точки спауна то есть видимо когда покупаешь участок появляется еще такая вот иконочка а вот эти изначально и они тут накладываются друг на друга и например фразу мясокомбинат прочитать проблематично ладно погнали в общем-то сверху вниз как-то по порядку все это дело посмотрим начнем с производства топлива да да это у нас производство топлива ну скорее всего тут не парились и обычная канолка используется зона выгрузки канола подсолнух кукуруза все понятно все по стандарту да сырье канола рапс подсолнух на выходе компост и дизельное топливо компост скорее всего как типа побочный продукт как мусор выходит до закупать сырье кстати здесь нельзя очень зря иногда полезно ну ладно на входе 150 кубов всего лишь хотя поля здесь маленькие урожайности большой здесь не ждите как раз на маленькой технике на совкова поиграть сама то в общем то понятно выглядит все не типично не так как везде это уже большой плюс далее погнали на завод по производству сахара и крахмала там даже поезда стоят у скорее всего свекла на сахар картофель на крахмал да и еще тростник здесь принимается можно тростником позаниматься зона погрузки компоста да понятно тот же самый мусор зона погрузки крахмала здесь скорее всего они в поддонах будут появляться зона погрузки тростниковый сахар а сахара 2 получается вида будет до или свеклы у нас тоже тростниковый сахар каким-то образом будет появляться вообще пока я вот убегаю я ни разу не словил триггер ну то есть подсказку вот эту вот производстве которая в правом нижнем углу выскакивает но нам поможет меню глобала соответственно до производства сахара здесь идет из свеклы 100 кубов свеклы можно закинуть можно 100 кубов тростника закинуть будет тростниковый сахар у нас и крахмал о скорости производства ничего не скажу поверьте очень впадло мне сейчас что-либо сюда закидывает закупить ничего и мне не дают я думаю что на этой карте не очень быстро все будут производиться объемы маленькие и так далее ну или все тоже я бы сказал вполне себе достойненько погнали дальше тогда далее у нас идет мельница вот здесь вот сразу вот этот триггер попался и трохи проседает фпсик здесь здесь он экран есть сырье ячмень пшеница кукуруза и на выходе мука и соответственно отрубе принципе логично зона погрузки от трубе и не в сыпучем виде здесь возятся да в каких-то дебрях находится мельница не вижу я где сама мельница чё она мелет я на самом деле я даже не знаю как то работает но смысле в реальной жизни как муку добывают и ни разу жизни этого не видел здесь он водичка что-то крутится водяная мельница стоит какая-то ну ладно соответственно 60 кубов даже еще меньше сюда можно загрузить мука видимо тоже на поддонах будет появляться потому что я не вижу вижу зону погрузки от рубей на зона погрузки муки да она здесь будет появляться на поддонах но здесь есть экранчик а там я как-то его не видел я кстати эту карту в 17 ферме смотрел там производства он было чуть меньше уже не уже уже не вспомню вот пейзажики пейзажики пока норм интересно грязь здесь работает или нет мы этого наверное не узнаем пока погнали дальше по заводикам еще побегаем мясокомбинат у нас короче на очереди коровы свиньи и овцы овцы серьезно здесь колбасу и завес будут делать первый раз такое вижу и понимаю что скорее всего овец тоже едят но это немножко диковато как по мне соответственно тут тоже он есть экранчик можно посмотреть нужна вода и соответственно животные продукция мясо и колбаса на одной цепочке это сделано зона погрузки мяса тоже скорее всего в поддонах это все дело будет здесь появляться что такое симпатичный въезд типа весы вряд ли они сейчас работают корей всего осталось 17 фермы воду курс плейм возить тоже будет геморрой на я вам скажу но ничего не поделаешь ничего не поделаешь это карта курс плейщикам вряд ли подойдет хотя хрен его знает далее у нас на очереди идет карьер карьер выглядит симпатично я вам скажу и грязи много всякой и фиг сюда проедешь нормально здесь требуется топливо понятно сюда топлива на выходе известь 200 кубов в общем то потом посыпайте свои поля со всей силы как захотите ты всякая он техника насчет анимации тоже вам ничего не скажу увы поскольку не позволяют здесь закупать через global всю продукцию а зря есть еще здесь и песчаный карьер давайте на него тоже глянем здесь я честно говоря ничего не вижу куда чё сгружать не знаете что сдается мне вот как грубо говоря на рассвете здесь сделано вот этот песок покупаешь участок берешь погрузчика и забираешь отсюда этот сраный песок и увозишь потому что здесь нету ни одного триггера есть какой-то конвейер но это бутафорский конвейер он вряд ли работает и здесь видите песок даже отличается от по текстуре который вот здесь лежит везде так что скорее всего приезжай забирай и и радуйся друзья по остальным заводам я уже бегать не буду давайте посмотрим вообще просто через меню global а чего у нас да как соответственно короносмеситель для свиней все стандартное картофель свекла а здесь нужно и картофель и свекла это разные цепочки и все больше ничего не на отруби жмых и топлива вот те новости ни кукурузы не надо ни зерна никакого не надо только корнеплоды понятно масло экстракционный завод соответственно скорее до подсолнечное масло перевозим подсолнечник на выходе жмых подсолнечное масло привозим льняное масло на выходе ну и рапсовое масло из канолы везде и жмых да кстати есть дополнительная культура и потом о них поговорим мельницу мы видели мясокомбинат мы видели пекарня соответственно тут у нас привозим муку крахмал воду и молоко и на выходе хлеб вот пекарня это серьезное производство хлеб должен потом стоить в итоге то его кучу денег обычно на всех картах туда муку максимум воду еще и все и хлеб есть а тут надо и крахмал и молоко в общем-то запариться с этим можно нормально производство топлива мы видели предельная фабрика соответственно тут тоже скорее всего хлопок шерсть и лен одновременно надо привозить тогда это будет работать сухая солома льна именно сухая солома да есть еще мокрая здесь ладно потом разберемся снегоплавильням соответственно привозим снег и топлива на выходе получаем воду но зимой наверное когда если здесь реки замерзают я честно говоря не знаю то это могло бы быть довольно актуальным если вдруг вода понадобится сортировочные поддоны с клубникой поддоны с помидорами поддон из капусты и получаем собранные поддоны гениально и и зачем это тепличный комплекс соответственно здесь мы скорее всего получаем эти самые поддоны щипа и пилеты как сырье используется компост навоз и вода соответственно тут тоже самое кстати производства пилетов я до сих пор не видел где у нас пилеты производятся производства топлива а где пилеты брать как бы хрен его знает я все производства посмотрел и ничего не увидел по поводу пилетов магазин лыдки есть пристань песок пристань солома сена но это точки продажи лесхоз хранилище щипы это я думаю тоже точки продажи кафе 2 еды база у нас есть кстати техники кучу дается с самого старта причем техника уже такая средненькая и можно потом вообще ее не покупать ее вам хватит до конца карьеры хранилище известие удобрения здесь тоже кстати к это база сейчас мы глянем пиогаз аж три метки здесь давайте заглянем на биогаз посмотрим что здесь вообще происходит здесь требуется тюки сена трава силы силы с жидкий навоз сухой навоз но это пункт продажи это понятно здесь погрузка дегестата жидкое удобрение это тоже принципе понятно ого здесь еще одно производство спрятанное она не на глобали зона выгрузки картофеля свеклы от рубежных так это же корма смеситель да да это корма смеситель он здесь стоит понятно на бга я думал здесь что-то новенькое вот это что здесь такое самое главное на карте нихрена не подписано вот это косяк мне кажется очень зря бга все в принципе понятно куча делай силы с продавай у нас еще на карте есть заправка и можно топливо продавать котельная думаю все понятно магазин продажа семян давайте тоже заглянем зона погрузки семена ну понятно здесь семена покупаются рядом с магазином находится магазинчик кстати симпатично сделан тоже что-то запарились сделали нормальный магазин они просто слезали со стандартной карты сосновки здесь им куча тоже песка какая-то лежит но его отсюда брать нельзя скорее всего текстурка у него не такая как там было чет тут еще есть у база номер два а ну-ка расскажи-ка мне чё здесь понятно на карте есть две базы это неплохо только от хранилища здесь нету до хранилища можно поставить если очень сильно надо заправочная станция есть своя что в принципе полезно поле рядом 21 гаражик который до открывается большой кстати падла нормально есть две базы свинарник коровник я думаю тут в принципе все понятно сеновал есть сеновал то что новенькая загрузка выгрузка солома трава сена все понятно можно короче здесь это дерьмо все хранить это кстати полезно когда есть куда его складывать нормально нормально до тепличный комплекс находится рядом сортировочный в принципе посмотреть что тут по ценам это так понимаю пилеты откуда их взять я честно говоря не понял где-то я этот момент пропустил соответственно масла у нас относительно дорогие пряжа дорогая это я все на среднем уровне сложности смотрю если что отруби разумеется копеечный хлеб я бы сказал он тоже не шибко дорого стоит с учетом того насколько тяжело его делать ну как тяжело то есть надо много всего туда вести причем это не просто ресурс которые на полях растут а их нужно тоже производить соответственно томатики помидорчики капусточка тут тоже все понятно капуста это дешевая сахар пилеты вот это вот пилеты где их брать может покупать надо к мясо колбаса от мясо колбаса самое дорогое солома льна сухая солома льна то здесь друзья присутствует одна дополнительная культура лен ее даже засевают нпс как бы другие фермеры это все работает там я не помню это ли ворошилкой надо переворошить чтобы получить сухую солому льна потом собирать в общем то вот так вот давайте еще глянем что тут за магазинчик лыдки но это пункт продажи продажи продукции принципе ничего особенного такого нету я просто хочу видно немножко еще оценить потому что это наверное самое важное здесь это виды а и базу 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 давайте сначала базу посмотрим принципе можно тут сразу просто телепортироваться в технику база большая на ней наверное все есть наверно в общем-то гаражи это понятно вон крытые гаражи которые скорее тоже работают заправочная станция есть своя что тоже хорошо всякое дерьмо короче здесь можно спокойно хранить всякая развалина здесь стоит тоже в принципе любят эту бутафорию авторы карт пихать открываем дверку и у нас тут находится железная дорога и видимо на карте есть поезд а здесь у нас получается хранилище или этот точка продажи станция номер 1 . продажи да хотя здесь такой точки продажи нету элеваторы свои кстати элеваторы другие можем пользоваться чужими элеваторами в любое время своих у нас здесь типа нету то есть не мне надо участвовать покупать чтобы им воспользоваться это на дефолт на картах такая штука была здесь тоже он гаражи какие-то и что-то еще и на базе хотел посмотреть я все никак не могу туда дойти все время блуждаю а именно вот это вот вторая часть базы зона выгрузки жидкого удобрения короче хранилище удобрений гербицидов зона погрузки выгрузки известь и обычное удобрение видимо здесь просто в кучах будет лежать не в каком-то бункере картофель сахарная свекла ну в общем то что можно их здесь хранить это уже хорошо здесь насколько я понимаю высыпаются они здесь и на конвейере туда в склад передаются каким-то образом хорошо мне мне нравится все элеватор зернохранилище зона выгрузки в общем то сюда мы это все выгружаем блин участок же у нас куплен правильно может она кстати на глобале сделано зерновое хранилище на участок у нас куплен может она просто здесь хотя вряд ли хз сколько здесь бункер носили верить вот менюшки то полтора миллиона до полтора миллиона это скорее всего она хотя вообще там же типа в сумме так что станция вот это вот то что мы видели станция 1 вот это вот херня погрузка тоже как бы входит в эти полтора миллиона в общем с этим надо разбираться и выяснять это опытным путем железных дорог здесь кстати много станция 2 есть можно на железной дороге то все перевозить карта огромная кстати по размеру на большая меня конечно же интересует поезд туда даже пикапчик дефолтной техники есть она растает переключаться на поезда выкол да да давайте это дело включим да поезд и есть и кстати поезд наш ну как наши ржд все дела и кабина в нем сделано и и все вообще хорошо даже он часики есть которые походу отстают написано 828 реальное время 829 прикольно не знаю в общем то как это работает ну ладно по поводу видов могу сказать что чувствуешь себя в какой-то маленькой деревеньки точнее я бы сказал поселок городского типа что ли выглядит все довольно приятно оптимизировано все довольно неплохо иногда случаются у меня просадки местами но вообще в целом почти везде 60 fps все хорошо ездит русский трафик кстати что тоже приятно хотя мне обычно пофигу на это дело автобусные остановки есть даже с расписанием но что-то мне подсказывает что хрен сюда приедет этот самый автобус короче всякой всячины здесь очень много карта определенно стоит внимание с учетом того что она падла бесплатная что вообще замечательно так что друзья хороший вариант чтобы положить его но лично для меня сейчас на полочку и когда-нибудь ее пройти просто сейчас так есть некоторые прохождения не могу одновременно на 500 картах играть но вот это определенно достойно внимания когда-нибудь мы на ней поиграем когда все уже наиграются потому что мне кажется сейчас все ломанутся на нее на этом друзья вот этот обзорчик я закончу если что-то кому-то оказалось полезным то конечно же влепите лойсик и можете написать какой-нибудь смешной комментарий я люблю читать смешные комментарии вообще поражать я тоже люблю потому что здесь есть автосервис папа карло работает без выходных понятно правда территория детского садика кого-то или школы все школа да да школа школа тоже есть это хорошо кстати в школу можно продавать продукцию но и нормально в общем то друзья всем огромное спасибо за внимание с вами был никита дилей всем всего доброго да пройди же ты пока пока